Слушайте, ну дебильнее название уже не придумаешь. И не на мечта, и на ладошки машина. Мы с вами прекрасно знаем, какая у Инны мечта. Ну точно не машина. Всем огромный-преогромный привет. Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, посмотрела я очередной ролик на канале Дневник Бомжа. И всё одно и то же, одно и то же. И снова на экране Инночка. Ну потому что снимать больше некого. Прокопьевских блогеров, наверное, боятся все. И бегут как от огня. Да, поэтому им и приходится бегать каждый день к Инке. В общем, сегодня они придумали какую-то ерунду. Пришли и спрашивают, Инночка, что бы ты такое хотела скушать, дорогая, что никогда в жизни не пробовала. И представляете, скромная Инна сказала, что она хочет лимончик. Такий лимончик. И больше ничего. Но потом она вспомнила, что она бы поела бы ещё и огурчик с помидорчиком. Короче, салатик. А ещё ей нужен чай. Потому что чай она пьёт уж очень интересный. Сколько она туда пакетиков вложит. Пол крошки, короче. Ну и добрые ребята Максимка с Ванькой полетели бегом в магазин, чтобы купить вкусняшек Инне. Ну а она взамен должна была помочь помыть машину Вани. То есть её должны были помыть, а Инночка должна была протереть тряпочкой машину. Представляете? Я думала, этот момент таки нам покажут. Но нет, оказалось это секретом. Нам только показали момент, где машина Вани заехала на мойку. Короче, привезли ей и огурчики, и даже три помидорчика, и лимончик, и даже рассыпной чай. Инна показала, что у неё есть чайничек, в котором можно заваривать. И можно сделать чефир с рассыпного чая, а не с пакетиков. Привезли ей даже печенюшки и майонез. Короче, чтобы Инна поела вдоволь. А ей не так хотелось, так хотелось салатика, что она даже к нему не притронулась. Короче, знаете, я заметила, что Инна даже и салат нарезать не умеет. Говорит, что зубов у неё нет, и жевать нечем, но резала такими ломтями, что я не знаю, кому она готовила этот салат. Ну, наверное, дегустатору. Забыла его имя, который дегустировал салат. Короче, пробовал. Ну и там, типа, вспомнили, как доброделы её снимали, она там что-то борщ варила, или что она там варила. Ну и что, можно уже замутить с Инной кулинарное шоу. Что только не придумают. И, может быть, и замутят. А что им делать? Только дурью страдать. Заниматься ерундой, снимать Инну, обещать ей золотые горы. И говорят, ну вот, Инна, ты хотела бы съехать отсюда, переселиться. Куда она переселится? Куда? Так горы золотые сразу пообещали, что вот мы же говорили, что можем, можем. Мы можем всё. Всемогущие Ваня и Максим якобы уже наобещали имя и не домик с печкой, с огородиком, представляете? Сколько ли они обещали жильё? Обещали, обещали, в одно заселили, оттуда турнули. Уже этой обещают. Инна, не слушай их. Сиди там на этой мойке, топи эту печку и радуйся жизни. Никого не слушай. Короче. Потом резко раздался звонок у Инны, так как громко звенит телефон, что, слушайте, так смешно, как будто, да, вот эти вот старинные будильники, да, на которые надо было на кнопочку нажать, чтобы он заглох. Я помню, в школу под такой отставала. И, оказывается, позвонил дедушка, не дедушка, а дядя Вова, что Инна уже срочно там нужна. Я всё не понимаю, нафига она там нужна, ребят? Ну, зачем? Опять она там нужна, посидеть там надо, пообщаться или чё? Блин, ну чё с неё за собеседница-то? Она и двух слов связать не может. Не, хотя, вот, по-моему, была, да, более-менее такая трезвая, потому что даже вот и шутила, даже, чё там, спросили у неё, стебанули, да, что Инна, тарелочки чистые, моешь. Она, типа, нет, не мою, предлагала покушать, но какое покушать? Ни Ваня, ни Максим кушать у Инны не будут. Они её даже боятся в свою машину посадить. Доброделы и то вон, посадили и повезли в магазин, а эти нет. Как только Инна сказала, подвезите меня, помните, в прошлый раз. А они быстренько сделали ноги и умотали, чтобы, не дай бог, не запрыгнула Инна в машину, да не вымазала их кожаные, наверное, с золотым обрамлением сиденья. Короче, ребят, я не знаю, что они ещё будут придумывать, что они ещё будут снимать, но ерунда полнейшая. Единственное, что немного посмешило меня, так, знаете, я прямо умилялась, да, что и у Инны кот ест огурцы. Хотя, кстати, у меня у бабушки была кошка, её звали Багира, и бабушка жаловалась постоянно на неё. Эту кошку мы бабушке в деревню привезли, и бабушка всё время говорила, забирайте назад в город свою кошку. Я не могу закатать огурцы нормально, говорит, потому что у меня в огороде все погрызены огурцы, говорит. Я думала, что там что-то их ест, что-то точит, что-то завелось. Говорит, нет, однажды иду, говорит, выбирать вечером огурцы, а у меня кошка сидит, говорит, и грызёт то один огурчик, то второй огурчик. Поэтому вот у нас тоже такая была кошка, которая очень любила огурцы. И у нас тоже с мужем когда-то жила в общежитии кошка Марта, которая тоже хрустела. А вот наши сейчас, наша троица, вообще огурцы ноль внимания. И, кстати, рыбу и гест у нас сырую только рыжулька. И так скандалит, где слышат запах рыбы. Это всё. Кажется, что сейчас квартира вверх дном перевернётся, она за каждым ходит, ноет, ноет, ноет. Лишь бы только хоть кусочек ей дали рыбки. Короче, котик только порадовал. Всё остальное, блин, ну, дятина, и а вы что? Они уже не знают, что придумывать. Что придумать, что замутить, зачем-то приехать к Кине. Ну, кстати, щедрые всё-таки они сегодня были. Представляете, зимой сколько стоят огурчики и помидорчики. Да, летом-то они, конечно же, дешевле. А сейчас на них цена всё-таки завышена. И не пожалели, аж два огурца купили и три помидора. Помидоры там, правда, ай-яй-яй. Инна, когда их резала, они внутри прям какие-то вот белые. Как бы её не пронесло-то от этих помидор и огурцов, лучше бы уже, слушайте, съездили бы в Новокузнецк за гамбургером, как Инна сказала, огроменным, который в рот не влезет. Вот привезли бы лучше. А то затеяли какой-то салатик и хотели, чтобы Инна тряпочкой протирала машину. Мальчики, вы не наигрались в девочек. Инна вам нужна, чтобы протирала тряпочкой машину. Хорошо, что этого не показали, а то я точно была бы уже в полнейшем шоке. Это число. Короче, всё одно и то же, что у доброделов, что у мальчиков-бомжанчиков. Ой, как я сказала, интересно. Ничего интересного. Тупость, глупость, абы шо, абы снять, абы запилить. Никакого толку сыну не будет, хоть она орёт, и я не пью, я не пью. Полчаса не пью, два часа заливаю. Ну так как-то. Не пьёт она крайне редко. Может, так глоточек сделала сегодня, но ещё не вечер, скажем так. В общем, ребят, у меня, наверное, всё. Сказать больше точно нечего. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Ну и каждому, как всегда, желаю любви, добра, позитива, самого хорошего настроения. Ну и без здоровья никуда. Здоровья, мои хорошие. Я вас всех обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok